всем привет с вами вечерний политпросвет и сегодня мы поговорим на тему bad comedian and really bad симптом я думаю все вы уже видели эту заставку штрафы минкульт цензура суды а многие ужаснулись ролику который евген баженов выложил на youtube вы представляете дошло до того что всеми любимый обзорщик 80 уровня готов закрыть свой канал из-за судебного преследования а судит то евгена нашего дорогого баженова за его кинообзоры точнее судит то не за обзоры а за якобы имевшее место нарушение авторских прав но как говорится все все понимают тут даже возмутила листаж такая общественность которая казалось бы евгену вообще ни разу не друг вот например ксения собчак и конечно вся рукопожатная общественность немедленно вспомнила слова юра гитариста если правду можно говорить только шепотам значит страну захватили враги мемасиков кстати по этому поводу понаделали ужас конечно же товарищи во первых да ужас и я лично и весь наш творческий коллектив евгения владимировича баженова всячески поддерживаем желаемому терпения настоящего терпения и надеюсь он прорвется если сам не прорвется мы поможем есть некие ресурсы так что коллега мы с тобой во вторых это конечно для меня лично печально ничего нового по существу я в своем ролике сказать наверное не смогу потому что уже все высказались начиная с самого бед комедианта который как обычно с ним бывает сказал не в бровь а в глаз очень точно и более чем развернуто потом подключился дмитрий пучков гоблин который основной пафос то его выступление поддержал сказав что не снимайте всякую дрянь на государственные деньги и тогда вас не будут критиковать попробуйте снять что-нибудь прилично это конечно не точная цитата но крайне близко к тексту даже федя бондарчук уж которого то евгений баженов уж критиковал критиковал и тот сказал буквально следующее на этот раз цитата это неправильный шаг со стороны кинокомпании можно как угодно относиться к жене баженову я например смотрю все его выпуски и конечно смотрел разбор моего фильма притяжение можно принимать критику или не принимать ее порой она может показаться не объективной а резкой или грубой но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии это новая российская благосфера новая российская кинокритика вот так сказал федор бондарчук ну а председатель домского комитета по культуре великий владимир бортка высказался еще более откровенно и вроде бы все понял еще более точно потому что имеет место не отстаивание авторского права а тупенькая и подлинкая месть за критику высказался правда с оговорками вот официальное обращение первого заместителя председателя комитета по культуре государственной думы российской федерации в в бортка ознакомившись с прикрепленным к данному обращению видео имеется в виду ролик баженова я хочу сделать следующее заявление любые попытки задушить критическое восприятие кино смертельны для кинематографа в условиях же когда государство тратит на его поддержку столь значительные средства критический взгляд становится особенно важным я призываю евгения владимировича баженова продолжать свою творческую деятельность на одном из самых известных youtube каналов и вот оговорочка вместе с этим я хотел бы отметить что в прикрепленном видео представлено мало фактической информации чтобы судить кто прав а кто виноват я являюсь одним из авторов закона об авторском праве и четко убежден в необходимости его соблюдения соблюдения без искажений удобных власти или кому бы то ни было привратных трактов если евгений владимирович имеет достаточные аргументы чтобы утверждать о своей невиновности то прошу его обратиться ко мне напрямую будем защищать наше гражданское право критиковать и разбирать с особой тщательностью то на что идут государственные деньги словом вот такая ситуация и вот такая на нее общественная реакция кстати вполне ожидаемая общество реагирует не реагирует правильно но к сожалению реакция это спонтанная вот как амебу полили кислотой она ложноножки убрала или выпустила в другую сторону то есть неконструктивная реакция и вот именно об этом я хотел бы со своей стороны сказать пару слов чего еще мои уважаемые коллеги не сделали может быть сделали да я не видел а слова мои будут вот такие история с каналом евгения баженова и исками от кинокомпании киноданс это всего лишь симптом да неприятный но он один единственный в огромном длинном при длинном ряду аналогичных симптомов вот недавно некие лихие ребята деньгами в городе свердловске эдак ловко вывели знаменитый теперь сквер из перечня общественных зеленых насаждений города и собрались забабахать на его месте храм жилой комплекс и бизнес-центр и ведь почти забабахали и между прочим может быть еще и забабахают а вот еще раньше в ленинграде новой территории девелопмент без торгов получили участок под строительство инвест-отеля на устье реки смоленки власти таким образом между прочим прямо нарушили городское и федеральное законодательство а вот еще до этого тоже кстати говоря совсем незадолго в том же ленинграде пытались повесить памятную доску карлу густаву маннергейму и более того повесили при участии чинов министерства культуры и многих-многих других при постоянно несущемся в почетном карауле вы понимаете с цветами это карлу густаву маннергейму в ленинграде этому человеку который является одним из главных организаторов блокады ленинграды тот самый человек который виновен в смерти сотен тысяч человек в нашем городе чудовищное преступление двадцатого века и ему пытались повесить доску и повесили более того она конечно с улицы убрана но никуда не делась а вот опять же рпц все там же в городе на неве потребовала передать ей в пользование исаакиевский собор самый прибыльный музей в городе и в общем тоже своего добилась при том что сам музей остался на балансе города ведь исторический памятник куда ты его денешь а вот полковник антикоррупционной службы мвд захарченко хранил только дома 9 миллиардов рублей не считая того что нашли на счетах а его коллега из управления к подполковник черкарин выиграл со счетом 12 9 в пользу фсб российской федерации и причем так получается что как будто бы никто из коллег обоих героев вообще был не в курсе чем оба занимаются словом и нашего друга евгения зацепила причем к сожалению зацепила вполне закономерно если принять во внимание его очень активную гражданскую позицию которую он публично высказывает на постоянной основе вероятность того что зацепить была очень высокая а почему ведь закон это он не нарушал что понятно вообще любому человеку у которого есть мозги хотя бы остатки совести положение об авторском праве не регламентируют объемы цитирования видеопроизведений следовательно все что законом не запрещено законом а разрешено вот так нас учит фундаментальный принцип современной юриспруденции более того товарищ баженов благородно выкладывает свои обзоры тогда когда фильм с проката уже снят таким образом он не может повредить финансово тому или иному кинопроизведению ущерб от него имел место ровно один моральный потому что вот репутация наших киноделов уже ничего повредить не может особенно если мы говорим о кинокомпании киноданс они сами себе повредили своими творениями но вот обидно быть может да и они обиделись но ведь обиду то в суд не принесешь к делу не подшить как и свое моральное состояние ущемленное евгением баженовым ну а вот выставить негодяя беда на миллион рублей это можно более того это полезно потому что слишком говорливый критик наконец-то займется судебными проволочками на время заткнется это же вот такая идея по моему замечательная штука да и общественная педагогика на лицо другие три раза подумают прежде чем разевать пасть на уважаемых людей и почему кинокомпания так поступает но ведь глупо же со всех сторон глупо могли бы и дальше заниматься своими делами вообще не обращая внимание на евгена почему да ответ один потому что может плевать что закон не прописывают точного порядка цитирования а значит он и не запрещает плевать что баженов по самому дорогому по кошельку не бьет вот ни разу не ударил он по вашему кошельку товарищи киноделы на все плевать кроме одного собственной воли собственного хочу и что важно собственного могу они хотят и могут они в данном случае это компания киноданс а это часть бизнеса империи конаковых вот вместе с брендом киноданс и директором киноданса милентьевым связано как минимум пять компаний занятых в киноиндустрии это kd studios центра кино кинобайт cj и cjk их годовая выручка более 500 миллионов рублей эти цифры сопоставимы с показателями студии enjoy movies 464 миллиона рублей в пятнадцатом году и 3t никита михалкова 710 миллионов в семнадцатом году этот киноданс мало снимает все их фильмы гарантированно проваливаются в прокате не собирают кассы однако посмотрите на эти 500 миллионов люди то явно чем-то очень полезным заняты я не буду сейчас говорить чем наверное вы сами догадаетесь этот какой-то критик осмелился нарушить их светлый образ посмотрите интервью с этими деятелями это же видно что они убеждены в том что они заняты чем-то очень хорошим но с их точки зрения в самом деле 500 миллионов на дороге не валяются и вот их репутация повреждена они сами обижены нет нет надо занять адвокатов пускай они боженого то подтянут может быть конечно суд они не выиграют но паренек явно ближайшее время будет сильно занят чем-нибудь полезным они могут понимаете рпц может отжать у города один из самых прибыльных музеев в стране алтушкин и русская медная компания могут отжать у горожан сквер рогозин с урковым могут впендюрить посреди ленинграда памятную доску убийцы ленинградцев а полковник мвд может набрать взяток на миллиарды а потом кстати говоря требовать честно уворованное вернуть на базу могут они потому что закон вот сейчас я процитирую героя михалкова из кинофильма жмурки когда он обращался к архитектору до проекта бумажка может в жопу себе ее запихать так вот закон это ровно такая же бумажка если за ним не стоит воля правящего класса потому что закон это и есть воля правящего класса высведенная в ранг обязательного вот что такое закон но возможно я преувеличиваю а марксистские формулировки все сплошь устарели ну что же извольте видеть это евген подтянул кинокомпанию в суд за неправомерное использование государственных средств которые они получают миллионами ежегодно нет странно товар лицом точнее иным местом эта кинокомпания регулярно являет а евгений на это указывает многомиллионная аудитория между прочим указывает его много кто смотрит однако санкций со стороны министерства культуры нет как нет тем более нет санкций со стороны прокурора было бы неплохо понять куда тратятся такие деньги однако не подтянули повторяюсь кинокомпанию в суд баженов их не смог вывести в суд а они баженова смогли причем запросто и кстати говоря хорошо что это евген один из виднейших блогеров кинокритиков нашей стране будь кто нибудь попроще возможно его бы просто не заметили окружающие почему так а потому как евгений и другие не являются представителями правящего класса не являются и его зрители не являются сколько бы миллионов их не было а у другой евгений милентьев или виктор денисюк основатели киноданса являются и пусть за экспедитор стоит не пять шесть миллионов человек который смотрит обзоры баженова а всего лишь 10 20 с разной толщиной кошелька зато они могут а вы нет я нет вот в этом то и состоит суть закона и суть выражения правящий класс вот теперь понятно если понятно то чему вы удивляетесь и возмущаетесь все идет так как должно идти в нашем обществе на сегодня все всем пока